Поселок имени Дзержинского. Это поселок в Каширском районе Воронежской области. Административный центр Дзержинского сельского поселения. История поселка. Современный поселок имени Дзержинского объединяет жителей четырех сел. Заталия, Чичор, Тарабаровки, Саратова и Хуторов, Симонова и Турбин. Жители этих сел были членами колхоза Дзержинского. Эти села располагались на территории существующего полигона Погонова и мешали проведению учений. Министерство военной обороны Советского Союза решило селить эти села на территорию, прилегающую к железнодорожной станции Боева. Новый поселок назвали по названию колхоза Дзержинским. Селение началось в 1954 году по общему плану строительства. Территория была разграничена на кварталы, которые обозначались финскими домами. Кварталы были разбиты на трех улицах. Остальные дома строились кирпичными. Строительство стандартных домов закончилось в 1960 году. Их насчитывалось 150. Потом велась постройка частных домов, которая продолжается и по настоящее время. На 1 марта 1965 года насчитывалось стандартных домовладений 150, частных – 137, недостроенных – 49. Строительство частных домов велось на отдельной улице без разрешения сельского совета. И получило за это название от жителей поселка Нахаловка. В настоящее время улица Свободы. Сами жители дали название и другим улицам. Улица Железнодорожная называется так, потому что прилегает к железной дороге и станции ОП Боева. Улица Школьная получила название от построенной на ней школы. Школа по общему плану строительства располагалась в центре поселка. Ее строительство началось в 1955 году, а в сентябре 1958 года она приняла первых 84 учеников. Число школьников росло ежегодно, и в 1965 году их насчитывалось 357. До 1961 года школа была 7-летняя, с 1961 года – 8-летняя, в настоящее время обучения – 11 лет. В мае 1967 года был заложен фундамент сельского клуба, который строился на средства совхода за Воронежский, на территории третьего отделения. В ноябре 1974 года состоялось торжественное открытие сельского клуба. Решением исполкома Воронежского областного совета депутатов, трудящихся от 7 апреля 1967 года, в Новоусманском районе образован Зержинский сельский совет с центром в поселке имени Зержинского. Территория определена в границах населенных пунктов поселка имени Зержинского, хутора 40 лет Октября и 4-го отделения совхоза Леворосошанский. По территориальному делению поселок Дзержинский относился к Новоусманскому району. В настоящее время он относится к Аширскому району. Церковь Митрофана Воронежского – это православный храм Воронежской Лискинской епархии, Воронежской метрополии. В ноябре 2002 года Головин Митрофан Михайлович совершил паломническую поездку в Свято-Введенский мужской монастырь Оптину-Пустынь. Старец Ильий благословил его построить церковь в честь святого Митрофана. 17 октября 2003 года было проведено собрание благочинным Каширского церковного округа Михаиловым Мансуровым по благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия. На сходе присутствовало 78 человек. Храм решено было построить в честь святителя Митрофана, так как в этом году отмечалось 300-летие со дня его кончины. Председателем приходского совета был избран М.М. Головин, который подал ряд прошений на получение церковного устава, изготовление печати, выделение земли и получение разрешения на строительство храма. 22 мая 2005 года был освящен участок под строительство, а 17 июля был освящен закладной камень и крест на месте строительства храма. Приходским собранием в связи с преждевременной кончиной Головина председателем приходского совета был избран иерей Игорь Боязов, помощником председателя приходского совета Головина Людмила Митрофановна, дочь М.М. Головина. 2 ноября 2007 года началась закладка фундамента. 2 ноября 2007 года началась закладка фундамента, а в 2008-2009 годах кирпичная кладка. В 2010 году были выполнены работы по фасозданию и покрытию куполов медью, а штукатурена фазадная часть церкви. В 2011 году были покрыты крыши храма, установлены окна и двери. Размеры земельного участка 0,72 гектара. Проектируемый храм однокупольный, в плане имеет форму креста. Звонница расположена над притвором. Глава ее в соответствии с главой храма имеет луковичную форму, венчанную крестом. Высота храма 17,6 метров. Вместимость 250 человек. В дальнейшем планируется строительство часовни и церковно-притчатого дома.